Добрый день, дорогие братья и сестры! Мы вновь продолжаем цикл передач «Открытая Церковь» совместно с Хором Духовенства Санкт-Петербургской Метрополии и Православным Телеканалом «Союз». Духовное руководство В прошлой передаче мы остановились на том, какие конкретные советы Игумен Никон дает людям, стремящимся следовать по пути духовной жизни. И, как мы уже говорили, это прежде всего молитва, искреннее живое обращение к Богу. После этого Игумен Никон обращает внимание на жизнь по совести и заповедям Божьим. И, конечно же, искреннее покаяние человека, осознание своей греховности и стремление приблизиться к Богу и изменить свою жизнь. Кроме того, Игумен Никон особое внимание обращает на малые грехи и говорит о том, что если человек не будет внимателен к этим грехам, то они постепенно превращаются в большие грехи. Далее, если человек не борется с ними, они переходят в навык и превращаются в страсть. Таким образом, в письмах Игумена Никона мы можем встретить такой девиз – «Смотри на малые грехи, как на начало больших». И, конечно же, мы сразу с вами можем вспомнить слова Евангелия – «Верный в малом и во многом будет верен». Из жизни святых угодников мы можем встретить много примеров, в которых указывается назначение малых грехов, которые действительно мешают человеку прийти к покаянию. И как пример мы можем привести из жития святых, как две женщины обратились к подвижнику и просили его наставить их на путь истины. И вот он сказал одной из них – «Пойди и принеси мне камень». Эта женщина так и совершила. И второй сказал – «Сходи и возьми много маленьких камней». И вот когда они совершили сказанное, то подвижник, обратившись к ним с назиданием, призвал их пойти и вернуть камни на свои места. И, конечно же, первая женщина очень легко нашла место от большого камня и положила его обратно. А вот вторая женщина уже не смогла найти этого места, так как камни были маленькие, их было множество. И отсюда мы можем сделать вывод, что малые грехи, они менее заметны, мы менее на них обращаем внимание и в силу этого очень легко допускаем их в своей жизни, в своем уме, в своих чувствах. Игумен Никон Воробьев указывает также на очень один важный момент в духовной жизни верующих людей, который нам очень важно помнить. Речь идет о следующем. Игумен Никон говорит, что если в жизни христианина встречаются люди, которые, видимо, пытаются ему помочь, но на практике получается так, что человек вместо пользы получает вред, то от таких людей Игумен Никон рекомендует отходить. То есть эти люди действительно могут помешать нам на пути к Богу и тем самым не дать благодати Божией войти в нашу жизнь и изменить ее. Поэтому каждый человек, который строит свою жизнь по заповедям Божьим, обязательно должен быть внимателен к окружающим его людям и если эти люди действительно вредят нам, действительно мешают, то от них отходить. Но Игумен Никон также подчеркивает, что если человек просто вызывает в нашем сердце неприязнь или, может быть, какая-то обида нас мучает, то это не является поводом, чтобы мы от этого человека отвернулись и отошли. Только лишь настоящий вред нашему спасению может подвигнуть нас отойти от какого-либо человека и не общаться с ним. Относительные скорбей Игумен Никон советует просить у Бога терпения в молитве, потому что промысел Божий очень часто многих людей ко спасению приводит через скорби. И, конечно же, человеку трудно принимать эти скорби, трудно переносить болезни. Но, тем не менее, человек должен всеми силами бороться с ропотом и тем недовольством, которое возникает во время этих скорбных обстоятельств в жизни. Как средство на пути приобретения терпения, Игумен Никон советует частое причащение и молитву. Именно эти два средства, по его мнению, являются самым действенным орудием на пути приобретения терпения и следования за тем промыслом, который хочет нам спасения и ведет каждого человека по его жизненному пути. Игумен Никон также призывает христиан ни в коем случае не поддаваться унынию и отчаянию, всеми силами бороться, понуждать себя, стремиться, чтобы вот этот дух уныния, чрезмерной печали, а другими словами неверия, которая всегда сокрыта в унынии, ни в коем случае не вошли в нашу душу и не лишили нас спасительной надежды, которая всегда должна быть в нашей душе, в нашей жизни. Как некогда говорил известный подвижник, что нужно держать свой ум в аде, но не отчаиваться. То есть, другими словами, видя свою греховность, видя свои падения, свои страсти, мы не должны отчаиваться, но опять вставать через покаяние и идти дальше навстречу Господу. Каким же образом человек может бороться с унынием и с чрезмерной печалью? Игумен Никон указывает один очень важный способ. Это понуждение себя к исполнению заповедей Христовых. Почему это так важно? Дело в том, что когда человек понуждает себя к исполнению заповедей, то эти заповеди показывают человеку его слабость, его греховность. И от этого человек, видя свою греховность, начинает постепенно смиряться и познавать, что без помощи Божьей он ничего не может сделать. И вот за это смирение, как учат нас святые отцы, приходит к человеку благодать Святаго Духа, немощная врачующая и оскудевающая восполняющая. И помогает человеку, поддерживает его. И человек постепенно начинает избавляться от греха, преодолевать грех. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю передачу и продолжим знакомиться с темой о духовном руководстве в следующих наших программах. Благословение Божие да пребывает со всеми вами! Благословение Божие да пребывает со всеми вам! Благословение Божиное, он не грозное, небо хмурится, не сверкают слепи и креви, Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok DimaTorzok